В понедельник 26 января в Доме Черноголовых президент Латвии Андрис Берзеньш и вице-мэра региандрис Америкс, а также многие предприниматели и известные в латвийском обществе люди, по традиции начатые 80 лет назад, подарили школам книги. В рамках акции «Дружеский призыв» в свою школу поздравили также актриса театра Дайлас Ольга Дреги, диджей Томс Гревеньша, диктор и журналист латвийского телевидения Лаура Вонда, а также руководители издательства Юмова и Вайт Бук. В этом году в акции также впервые приняли участие создатели первой латвийской аппликации для чтения книг «Фастер Букс», которые вместе с предприятием «Рига с нами» приготовили для всех рижских школ ценный подарок в электронном формате. Теперь ученики смогут читать книги при помощи гаджетов. По словам председателя правления «Рига с нами» Винетте Верике, это поможет приобщить к чтению книг тех, кто до этого был равнодушен к литературе. В то же время, по мнению вице-мэра Риги Андриса Америкса, акция «Дружеский призыв» популяризирует чтение книг среди жителей Латвии. На сегодня каждый из своего сердца дарит какие-то книги, какие-то свои воспоминания и как бы популяризирует это все-таки книга, это дорогое для всех. И поэтому, ну, каждый старается. У нас в Риге много школ. Раньше я тоже только одной школе и двум дарил, но все-таки другие обижаются, поэтому сейчас в каждой школе. Президент Андрис Берзинч, в свою очередь, отметил, что акция «Дружественный призыв» уже 80 лет способствует тому, чтобы люди вспоминали о своих школах в знак благодарности за данный багаж знаний, даря им книги. «Сменяют друг друга столетия, меняются привычки в чтении, приходят новые технологии, но книги остаются. Исторически и сегодня школа является тем местом, где ученики получают новые знания и развивают свое воображение, читая прекрасную классическую литературу и работы современных авторов». Добавлю, что при поддержке Госканцелярии, Рижской думы, предприятия «Рига с нами» и издательства «Юмова» акция проходит в столице уже пятый год подряд.